Добрый день! Надеюсь, меня слышно. Сейчас уже через полминуты начнем. Как раз сейчас много людей подсоединяется. Давайте начинать. Сегодня я продолжу рассказ про вероятности. Сегодня мы обсудим вещи, которые чуть дальше от обычной комбинаторики, а ближе к настоящей теории вероятности. Начнем мы с того, что обсудим, что такое условная вероятность. Это вот что такое. Довольно часто бывает важно понимать не просто вероятность, у нас есть какое-то событие А. Но бывают ситуации, когда есть еще второе событие, и нас интересует вероятность. А при условии, что произошло бы, то есть не произвольная вероятность, а вероятность, когда у нас уже что-то известно о ситуации, ну вот известно, что какое-то событие бы случилось. Как это определить строго? Ну, на самом деле очень легко. Вот давайте представим себе все наше вероятностное пространство, все множество исходов и исходы, которые отвечают событию Б. Ну, я нарисую еще на этой же диаграммке и события А. И вот что значит, что событие Б произошло? Это значит, что нас интересует только вот такая заштрихованная область, только те исходы, которые отвечают событиям Б. И как же определить вероятность? Вот теперь нас интересуют уже не все исходы события А, а только те, которые входят в события Б. Вот я их красным сейчас закрасил. Как определить соответствующую вероятность? Идея очень простая. Нам нужно ограничить вероятностное распределение на Б. В чем проблема? Исходы из Б имеют, конечно, какие-то вероятности. Проблема в том, что они не суммируются в единицу. Чтобы суммировать единицу, нам нужно отнормировать эти исходы. То есть вероятность каждого исхода разделить на вероятность самого события Б. И отсюда мы получаем определение. Вероятность события А при условии Б – это вероятность пересечения этих событий. На рисунке оно красным отмечено. Разделить на вероятность события Б. Если распределение равномерное, то все становится совсем просто. Мы берем количество исходов, когда одновременно произошло А и Б, и делим на количество исходов, когда произошло Б. Определение, как видите, очень несложное. Но оно действительно важное, потому что очень часто в анализе... Я прошу всех отключать микрофон, если вы не хотите задавать вопросы, чтобы не было лишнего шума. В сущности, определение очень простое, но, как я еще, извините, повторюсь, важное, потому что довольно часто нам нужны именно такие вероятности, когда уже что-то известно, и мы хотим дальше вычислять вероятность. И, несмотря на всю простоту определения, с ним, с задачами, где возникают условные вероятности, довольно часто возникают затруднения, ошибки. Социальные сети полны обсуждений разных задач такого типа, очень простых на самом деле. И я хочу поэтому начать с нескольких примеров. Просто вычисление условных вероятностей. И вот первый пример. Значит, есть три мешочка. В одном лежит золотая и серебряная монеты, в другом две серебряные монеты, в третьем две золотые монеты. Происходит такой процесс. Случайно и равновероятно выбираем мешочек. А затем тоже случайно и равновероятно вытаскиваем монету. И нужно узнать, какова вероятность того, что выбран мешочек с золотыми монетами. При условии, что вытащили золотую монету. Ну, понятно, что если вытащили серебряную монету, то такая условная вероятность будет равна нулю, конечно. Уже ясно, что в мешке есть хотя бы одна не золотая монета. А вот вытащили золотую монету. Какова вероятность такая вот условная, что мы выбрали мешок с золотыми монетами. То есть, что вторая монета в мешке тоже золотая, можно сказать так. Ну, здесь можно по-разному рассуждать. И некоторые естественные способы рассуждения дают сразу неправильный ответ. Ну, например, вот довольно типичный ответ такой ситуации сказать, что вероятность одна, вторая. У нас есть два мешка, в которых есть золотые монеты. Ну, вот мы же их вытаскиваем. Выбираем их равновероятно. Ну, значит, один из двух выбрали. Аккуратный подсчет немножко другой. Тут нужно, как всегда, начать с того, что сформулировать, какое у нас вероятностное пространство. Ну, чтобы потом применить определение условной вероятности. это шесть монет. И какие же нас интересуют события? Значит, давайте вот я первое событие назову А. Выбран мешок с золотыми монетами. Какие ему отвечают исходы в нашем пространстве? Давайте я прям цветом их отмечу. Исходов таких, естественно, ровно два. Я их сейчас подчеркну на своей картинке. А события В вытащили золотую монету. Преключилось. Ну, я напишу кратко. Что это за событие в нашем вероятностном пространстве? Давайте я каким-нибудь другим цветом отмечу. Это, естественно, те же самые два исхода, но есть еще один. Вот этот. Таким образом, смотрите, возвращаемся к нашему определению. Условия. все исходы у нас равновозможны, поэтому подсчет просто сводится к подсчету количества исходов. Исходов в событии В3, а исходов событий А, которые попадают в В2, ну, в данном случае они все попадают. Поэтому условная вероятность получается равной 2 третьим. Ну, в общем-то, если подумать, это соответствует интуиции, потому что раз мы вытащили золотую монету, то нас точно можно отбросить мешок с серебряными монетами. Но все вот такие интуитивные рассуждения, у них есть недостаток, что очень легко запутаться. Вот такой способ анализа, который я показал, он удобен тем, что тут легче не запутаться. Единственная сложность правильно выбрать градусное распределение. Ну, это, как правило, не так уж сложно. Давайте мы посмотрим еще на один пример. В этом примере у нас есть 10 коробок. И такой процесс происходит. мы выбираем случайно равновероятно выбираем коробку на первом шаге. На втором шаге с вероятностью одна вторая кладем шарик в коробку. С вероятностью одна вторая не кладем. Вот такой вот процесс. Теперь, что нас интересует? Открыли 9 коробок. все пустые. Какова вероятность, что в последней коробке лежит шарик? Здесь тоже распространенное неверное рассуждение состоит в том, что мы же кладем шарик с вероятностью одна вторая. Вот тут эту коробку либо положили шарик, либо нет. Вероятность одна вторая. Рассуждение неправильное. И чтобы это понять, опять-таки давайте посмотрим, в чем у нас состоит вероятностное пространство. Какие у нас исходы? Исходы у нас такие. Мы выбираем коробку. Мы выбираем кладем ли шарик. Значит, и это число давайте, чтобы однозначными числами ограничиться от 0 до 9 коробки я перенумеровал от 0 до 9. А g это, разумеется, 0 или 1. То есть, как обычный индикатор, положили шарик или нет. И любая пара возможна. Причем равновероятно, потому что мы случайно выбрали коробку, а потом случайно кладем или не кладем шарик с одинаковой вероятностью для каждой коробки. Поэтому всего исходов 20 все равновозможно. Давайте, чтобы мне не писать длинно, я сейчас обозначу вот это вот событие, которое у нас условие, я его назову B, а лежит шарик, назову A, чтобы не переписывать эти длинные слова. И нас интересует вероятность по-прежнему A при условии события B. Давайте смотреть, из чего состоит событие B. Мы можем считать, что так нумерация коробок произвольная, давайте считать, что они вот так и занумерованы в порядке того, как их открывали. То есть, фактически мы знаем, что в B входят такие исходы I 0, а I у нас от 0 до 8. Но это еще не все. Есть еще два исхода 9 0 9 1. Ведь в случайном процессе мы могли выбрать не первые 9 коробок, а последние. причем поскольку мы ее не открывали, то оба исхода возможны. коробка содержит, шарик и не содержит. Вот это вот событие B. Сколько тут исходов? Давайте посмотрим. Я бы сказал, что 11. 11. 11. 11. 11. А событие A вот оно. В последней коробке лежит шарик. Опять-таки так получилось, что это событие целиком содержится в B. значит, вероятность у нас опять получается равной чему 1 11. Простите, пожалуйста, а почему там где B почему у нас B равна 1? Ну, не 1, а 11, конечно. Спасибо. Я начал писать и на что-то отвлекся. Конечно, 11. То есть у нас есть 9 исходов, когда мы не положили шарик в одну из девяти первых коробок и два исхода, когда мы положили шарик в одну из последних коробок. Так что получается вероятность вот такая. Извините, то есть здесь задачи под последней коробкой подразумевается та, которую мы не открывали. Да, да, значит, мы просто занумеровали коробки, ну, нумерации же коробок произволь, но мы их занумеровали в порядке открывания. Девятая это последняя, которая еще не открыта. Так проще, от номеров коробок ничего не зависит. Если бы я написал любые имена этим коробкам, у меня получилось, что для девяти имен исход это имя и ноль, а для одного последнего десятого имени исходов два, девять нол и девять один. Понимаю, спасибо. Вот такие простые примеры, давайте идти дальше. Дальше давайте посмотрим вот на что. Давайте сравним условную вероятность события А при условии Б и просто вероятность события А. Ну вот в наших двух примерах легко видеть, что вероятность условная больше, вероятность безусловная. Какая вероятность того, что в девятой коробке лежит шарик? 1,20. А условная вероятность 1,11. Какая вероятность, что в первом примере, какая вероятность, что мы выбрали мешок с золотыми монетами? Ну ясное дело, что 1,3, если без всякого условия, а с условием, что мы уже вытащили золотую монету, вероятность становится 2,3. То есть события, условия в данном случае, они благоприятствуют наступлению события А. То есть если уж у нас выполнены условия, то события А становятся более вероятными. Разумеется, может быть и иначе. Простой меньше, чем вероятность исходного события. Давайте считать, что мы выбираем случайное равновозможное однозначное число, то есть число от 0 до 1, и спрашивается вероятность того, что и четно, при условии, что и нечетно. Ну я думаю, всем понятно, что эта вероятность равна 0. Если мы уже знаем, что и нечетно, эти два события просто не пересекаются. Поэтому пересечение равно 0, ну и если вспомнить общую формулу, получается, что вероятность 0. Но бывают интересные случаи, я их вот так специально сейчас на отдельном, уже на отдельной странице напишу, когда условная вероятность события просто равняется вероятности события без всякого условия. Это важный случай, для него есть специальный термин, это называется независимые события. это по определению означает, что вероятность события А в точности равна условной вероятности события при условии В. В. Но это определение несимметрично, то есть у нас А и В как-то различаются. На самом деле легко понять из определения условной вероятности легко понять, что определение независимости событий симметрично. Почему? Потому что условная вероятность это отношение вероятности пересечения событий к вероятности события условия, то есть события В. Если я умножу вот это равенство на вероятность события В, у меня получится вот такое равенство. Вероятность пересечения событий А и В равна произведению вероятностей этих событий. Видно, что формула симметрична того, вот в таком виде, если определяет независимое событие через вот такое правило произведения, то это определение можно применять и в случае, когда вероятность события условия равна нулю. Заметьте, что вообще условная вероятность не определена, если вероятность события В равна нулю. Какая вероятность события при условии невозможного события? Непонятно. А формально у нас в знаменателе ноль появляется и мы ничего не можем вычислить. А вот такое определение, оно получается не только симметричным, но и приводным даже для случая, когда вероятность одного из событий равна нулю. Это случай экзотический, я не буду им злоупотреблять. Обычно, когда мы говорим об условных вероятностях и о независимости событий, предполагается, что события имеют положительную вероятность. Но бывают исключения, и в частности полезно понимать, что независимость можно определить и для событий нулевой вероятности. Это очень важное понятие независимости событий, и хорошо бы с ним разобраться. Что оно прежде всего напоминает? У нас есть правило произведения в комбинаторике. Я его напомню. Вероятность Декартова произведения, о, вероятность, извините, заговорился, количество элементов Декартова произведения двух множеств равняется произведению количества элементов в одном множестве и в другом множестве. Видно, что формула очень похожа. На самом деле, формула для независимых событий обобщает правила произведения и отчасти объясняет, почему в элементарной комбинаторике часто любят говорить, что вот у нас такие-то варианты независимы от других. Это не случайная оговорка, действительно, это связано с таким понятием независимых событий. Ну, давайте поймем, как это сделать. Пусть у нас вероятностное пространство Декартова произведения. И пусть у нас есть подмножество первого компонента и подмножество второго компонента. Давайте рассмотрим два таких события. на первом месте в паре стоит элемент из А, на втором все что угодно. И второе событие, на первом месте в паре стоит все что угодно, а на втором месте стоит ой, только тут В, прошу прощения, стоит элемент из В, из В. я утверждаю, что если распределение равномерное, то вот эти два события независимы. И это в сущности и есть правило произведения. Почему? Потому что что такое пересечение двух таких событий? Это в точности Декартового произведения А на Б. Когда мы считаем вероятность, нам еще нужно делить на общее количество исходов. ну давайте теперь посмотрим, какая вероятность у первого события. Ну это на первом месте А, на втором все что угодно. А вероятность второго события это на первом месте что угодно, на втором Б. Ну и теперь если вспомнить правило произведения, то видно у нас на самом деле написано смотрите, здесь написано произведение количества элементов А на количество элементов В, а в знаменателе количество элементов В на количество элементов В. Сократим то, что у нас получается. И здесь то же самое, только сократим количество элементов В. И мы видим, что это равенство как раз и обеспечивается правилом То, что числитель и знаменатель, если вы к самому левой дроби примените правило произведения, получится самое правое выражение, записанное просто в виде произведения, дву дробей, а не одной дроби. Таким образом, мы видим, что независимые события – это некоторое такое обобщение правила произведения. Конечно, бывают независимые события и для неравномерных вероятностей, но тут важно понимать, что равномерность в нашем рассуждении очень существенна. То есть, если у нас просто есть вот такая вот картинка, что есть Декартовое произведение двух множеств, два события, одно относится к первой компоненте, другое к другой компоненте, то они не обязательно независимы. Если распределение неравномерное. Если равномерное, мы только что убедились, что независимы. А если неравномерное, может быть и так, и это. Ну, я ограничусь, пожалуй, примером того, когда события получатся ненезависимыми. Простите, пожалуйста, вы не могли бы быстренько сказать, а вот равномерное распределение, оно о чем говорит? Равномерное распределение говорит, что все исходы имеют одинаковую вероятность. То есть, вероятность каждого исхода – это единица разделить на общее количество исходов. Ну, прошу. Еще я говорил, что исходы равновозможны. Это синонимы. Пример такой. Вот у нас есть лототрон и 36 шарика в нем. Ну, числа от 1 до 36 на них написаны. Рассмотрим два события. Вытаскиваются два шара. Извините. Как обычно, исходы мы будем считать случайными. Вытаскиваются два шара. Но теперь, вы помните, в прошлый раз я обсуждал, что если без возвращения, да, давайте допишу сразу, что без возвращения. В прошлый раз мы все исходы равновозможны, и мы рассматривали равномерное распределение на разбиениях, на последовательности из двух элементов, у которых оба элемента разные. Но можно на самом деле рассмотреть неравномерное распределение на произвольных словах длины 2. Но уже неравномерное вероятность слов, в которых элементы совпадают, равна нулю. Остальные имеют одинаковые вероятности. Видно, что это будет то же самое. То есть у нас теперь вероятностное пространство Декартова произведения. Я хочу привести пример, когда Декартова произведения. Но распределение неравномерное. Но ясно, что останутся в точности разбиения из 36 подвольных. И они будут иметь одинаковую вероятность. Поэтому это то же самое распределение. И давайте теперь рассмотрим два события. Событие А состоит в том, что х1 четно. А событие В состоит в том, что х2 четно. Независимы эти события или нет? Ну, так можно рассуждать по-разному. Давайте посчитаем просто. Чему равна вероятность события А? Нетрудно посчитать. На первом месте должно стоять одно из двух. Из 18 четных чисел. На втором месте что угодно. Поэтому я опускаю. Эти события, как раз, заметьте, имеют вот такой формат. Первое событие говорит нам что-то о первой компоненте пары. Второе о второй компоненте пары. И видно, что вероятности и того, и другого события одна вторая. Восемнадцать тридцать шестых. Давайте посмотрим на вероятность их пересечения. Что это означает? Это означает, что у нас на первом месте мы должны поставить какое-то из 18 четных чисел. На втором месте мы должны поставить уже одно из оставшихся 17 четных чисел. Ну, а общее количество размещений. Тут мне удобно перескочить на определение с равномерным распределением на размещениях. 36 на 35. И видно, что это число меньше, чем произведение вероятностей событий А и Б. Меньше? Меньше, меньше. Ну да. Значит, если у нас и числитель, и знаменатель дроби уменьшаются, причем числитель меньше, то число уменьшается. Таким образом, вероятность того, что второй шар четный, она зависит от того, четный или нечетный первый шар. То есть, если мы берем, смотрим на условные вероятности, они оказываются зависимы. Тем не менее, вот этот вот пример, который у меня был в самом начале, он очень важный. И, скажем, его можно применить к такому рассуждению, к такой ситуации. Вот мы подбросили тысячу раз монету. Тысяча бросаний монеты. Ну, то есть, вероятностное пространство, двоичные слова, длины тысячи. И все исходы равно возможны. Так вот, рассмотрим два события. Среди первых 500 результатов больше двух третей Орлов. Ну, это такое маловероятное, конечно, событие, но тем не менее. А среди первых, прошу прощения, я сказал, но не написал. А второе событие среди последних. 500 результатов больше двух третей Орлов. Вот эти вот события, на самом деле, независимы. То есть, если вы бросаете монету, и у вас случилось такое маловероятное событие, что среди первых 500 результатов Орлов намного больше, чем Решик. Это никак не повлияет, если монета честная, и вы бросаете честно, никак не повлияет на событие, что в следующих 500 результатах снова будет Орлов очень много. Вероятность этого события будет той же самой. Это противоречит бытующим среди азартных игроков мифам, которые считают, что если на рулетке начинает выпадать, скажем, много красного, то дальше нужно ставить на черное, потому что он становится более вероятным. Это не так. Почему этот пример отвечает моему исходному, вот этому общему примеру с Декартовым произведением? Ну, понятно почему. Потому что, смотрите, вот наше вероятностное пространство можно представить как Декартово произведение двух множеств. Двоичные последности длины 500. Ну, соответствие совершенно очевидное. Просто мы берем последность длины 1000, режем ее на первую часть, а на вторую часть. И заметьте, что эти два события, они относятся к двум разным компонентам. Первое говорит что-то про первые 500 результатов, второе говорит что-то про 500 результатов. Поэтому они независимы. То есть это такой несложный пример, который, тем не менее, действительно бытуют мифы, что если много выпало красного, потом надо ставить на черное. Можете в литературе это встретить. Ну, сейчас, правда, люди стали лучше знать вероятности, но все равно, по-моему, до сих пор этот миф не полностью истреблен. Давайте еще какой-нибудь пример рассмотрим проверки независимости событий, который внешне не выглядит, как вот этот вот наш пример с Декартовым произведением. Бросаем кубик два раза. Ну, давайте я напишу, бросаем два кубика, чтобы было проще. И два события. Сумма очков четна. Первое событие. А второе событие. Сумма очков делится на три. Независимы они или нет. Здесь уже события, заметьте, не имеют вот такого формата. У нас тоже, конечно, есть Декартовое произведение. Первый результат бросания и второй результат бросания. Но сами события, обратите внимание, они устроены иначе. Каждая из этих событий говорит не про одну из компонентов нашей последовательности длины 2, а про обе. Говорит про сумму очков. Тем не менее, эти события независимы. Ну, похожая задача была в предыдущем классном листке, который я на семинарах, надеюсь, все разбирали. Там задача была немножко другая, но вычисления эти были нужны. Поэтому я вычисления довольно быстро проведу, ну, так слегка их комментирую. Чему равна вероятность события А? Утверждается, что это одна вторая. Почему? Потому что, смотрите, если я выбираю... У меня есть три четных и три нечетных граня кубика. Если я выбираю в первый раз, если в первый раз выпадает нечетная грань, то чтобы получить четное число очков, я должен выбрать четную грань. Извините, если нечетная, то тоже нечетная. То есть у нас получается тогда вот такой вот результат. Но тут на самом деле нужно писать 3 шестых, и тут 3 шестых. Получится 9 тридцать шестых, но это одна четвертая. И то же самое можно сделать, если на первом кубике выпало четное количество, и на втором должно быть четное. То есть реально у нас получается так, что... Как бы не выпали очки на первом кубике, на втором кубике четность должна соответствовать, чтобы получилась сумма четной, четность должна соответствовать первому результату. Если он был нечетным, то тоже нечетная, а если он был четным, то тоже четная. Поэтому одна вторая. Аналогично со вторым событием. Только тут у нас уже сумма очков должна делиться на 3. Значит, мы должны брать 3 возможных остатка. И какой бы ни получился остаток по модулю 3 на первом кубике, на втором кубике, чтобы сумма давала 0 по модулю 3, у нас должен быть противоположный остаток. Их всегда одинаковое количество. Поэтому, когда мы будем считать для каждого бросания, для каждого результата первого кубика, у нас будет одинаковое количество, именно одна треть вариантов, которые дополняют до нашего события. Ну и, наконец, нам, чтобы проверять независимость, нужна еще вероятность пересечения событий. Это на самом деле вероятность того, что сумма очков делится на 6. Китайская теорема нам это подсказывает. И тут то же самое. Чтобы сумма очков делилась на 6, у нас этот пример как раз я в прошлый раз разбирал. Вероятность должна быть 1,6, потому что какой бы у нас результат не был на первом кубике, на втором кубике должно быть количество очков, дополняющее до 6. Ну и мы видим, что вероятность события А умножить на вероятность события В равняется вероятности пересечения этих двух событий. Значит, эти события независимы. Ну, если количество бросаний кубиков больше, а вместо четности и делимости на 3 мы возьмем какие-нибудь другие числа, скажем, делится на 3, делится на 4, результат может измениться, потому что здесь, вот в этом моем простом рассуждении, было очень существенно, что 2, 3, 6 – это делители 6. То есть у нас все делилось равномерно. Ну, про вариант событий суммы очков делится на 3, делится на 4. Можете самостоятельно проверить это. Если 2 кубика – это совсем легко, там не очень большой перебор. Я, пожалуй, этот пример сейчас разбирать не буду. А вместо этого перейду к следующему сюжету, тесно связанному с условными вероятностями. Это две полезнейшие формулы, которые в приложениях вероятности встречаются очень часто. Одна называется формула полной вероятности. Что это такое? Пусть у нас есть попарно-несовместные события. Это те, которые независимые? Нет, это попарно-несовместные. Это значит, что у них нет общих исходов. Пересечения равны пустому. Независимость – это то, что мы определяли, что условная вероятность совпадает с вероятностью самого события. Такие события могут пересекаться. Вот у нас были примеры независимых. Понятно, что может так случиться, что сумма очков на 2 кубика, в результате бросания 2 кубиков, делится на 6. У нас есть число 6. А несовместные – значит, что общих исходов просто нет. Кроме того, мы считаем, что это разбиение нашего вероятностного пространства. Ну и считаем, что вероятность каждого события положительная. То есть в сущности вместо вот этих условий можно было бы написать, что это разбиение пространства на некоторые события. Разбиение подразумевает, что у нас множество не пересекаются, и в объединении дают все. Другими словами, мы все исходы делим на какие-то группы взаимоисключающие. Ну, причем вероятность каждой группы одинакова. Тогда, если мы возьмем какое-то событие, его вероятность можно вычислить по такой формуле. Вероятность события Баитова умножить на условную вероятность А при условии Баитова. То есть получается так, что у нас для каждого вот этого события, на которое мы разбили, есть своя вероятность, их еще гипотезами называют, есть своя вероятность наступления события А. И чтобы получить тотальную, общую, или, как говорят, полную вероятность этого события, мы должны взвесить эти условные вероятности с коэффициентами, которые задаются вероятностями каждого события. Очень естественная формула, и доказательство у нее, на самом деле, очень простое. Смотрите. У нас события независимы, поэтому вероятность А это в точности сумма вероятностей А в пересечении с Баитова. Почему? Ну, просто А разбивается тоже, если у нас все пространство исходов разбилось на части, то А тоже разбивается на вот пересечении, А в пересечении с Баитовым. Какие-то исходы из А вошли в Баитовый, какие-то в Баитовый и так далее, и мы получили тоже разбиение. А дальше мы помним, что если у нас вероятность аддитивна, то есть если мы имеем набор непересекающихся несовместных событий, то вероятность объединения таких событий равняется просто сумме вероятностей. Ну, а теперь осталось просто применить определение. То есть формула полной вероятности уже у нас сейчас мгновенно получится, потому что по определению условная вероятность, это как раз и есть вероятность пересечения А и Баитова, разделить на вероятность Баитова. То есть это вот в точности то, что написано в формуле полной вероятности. Что такое А? А какое-то событие. А – любое событие. Это применимо к любому событию. То есть для любого события мы можем посчитать его вероятность вот по такой формуле. Мы помним, что у нас есть формула суммы, и мы в комбинаторике тоже часто разбивали на отдельные случаи. В случае вероятности важно помнить, что тут надо смотреть на вероятность каждого исхода. И считать условные вероятности. В общем, тут это все нужно помнить. Но формула простая, тем не менее, очень важная. Сейчас появятся примеры применения. Здравствуйте, а можете еще раз повторить, почему вероятность пересечения равна произведению такой вероятности? Вероятность пересечения по определению. Там, кстати, я пропустил, прошу прощения, вопрос в чате. Сейчас я на него заодно и отвечу. Давайте вернемся к определению условной вероятности. Вот смотрите, оно такое. Вероятность условная А при условии Б – это вероятность пересечения А и Б разделить на вероятность Б. Ну или другими словами, вероятность пересечения А и Б – это произведение вероятности Б на условную вероятность из А по Б. А теперь вот я увидел вопрос в чате, почему вероятность Б равна 1 треть. Это к какому примеру относится? Сейчас я буду пролистывать, я просто… Которые перед полной вероятностью объясняли. Перед полной вероятностью. А, почему вероятность того, что сумма очков делится на 3 – 1 треть. Смотрите, у нас, предположим, давайте вот я где-нибудь здесь напишу. Вот у нас есть первый исход. Он дает какой-то остаток А по модулю 3. Тогда какой должен быть остаток у второго исхода, чтобы сумма делилась на 3? Обязательно минус А. Согласны, да? А у меня сейчас какой-то элемент – 0, 1 или 2. По первому исходу однозначно определяется остаток для второго исхода. Но тогда смотрите, какое общее количество вот здесь получится элементов. Значит, если остаток был 0, это вероятность такого равна, чему там 1 трети. Нам нужно, чтобы и на второй кости остаток был 0. Если остаток был 1, нам нужно, чтобы остаток на второй кости был 2. Таких исходов тоже 2. Ну и, наконец, если 2 на первой кости, то 1 на второй кости. То есть мы получаем формулу аналогичную той, что было написано выше. То есть получается, что мы должны взять… В первом случае у нас есть 2 исхода на первой кости и 2 на второй, то есть 4 исхода. Во втором случае тоже 4 исхода. Тоже 4, 12, а всего исходов 36 поделили, значит, получили 1 треть. Это вот другим способом почитать. На самом деле, почему я так записывал? Потому что, конечно, мне автоматически в голове я считал по формуле полной вероятности. Вот посмотрите еще раз, это полезно, раз уж мы все равно к этому вернулись, убедиться, что мы формулой полной вероятности уже, по сути дела, вот сейчас пользовались. Смотрите, что здесь написано. Я считаю вероятность того, что сумма очков делится на 3. И у меня есть 3 разбиения всего пространства на 3 события. Первое. На первой кости остаток 0 по модулю 3. Второе событие. На первой кости остаток 1 по модулю 3. Третье событие. На первой кости остаток 2 по модулю 3. И теперь мы должны по формуле полной вероятности что посчитать? Вероятность нашего события, что делится на 3, при условии каждого из этих событий. Вот получается такая сумма. Почему? Потому что вероятность того, что из этого анализа видно, что нам нужно противоположный остаток получить. Поэтому получается так, что вероятность B при условии, что на первой кости остаток 0, 1 треть. И вероятность того, что на первой кости остаток 0, тоже 1 треть. Ну и так далее. То есть получается вот такая сумма. Эта сумма тоже частный случай фактически формулы полной вероятности. Ну и есть еще одна очень полезная формула. Которую многие придают даже вообще большой смысл философский. Но я про это говорить не буду, потому что меня этот философский смысл не очень убеждает. А формула-то очень простая. Она выражает вероятность события А при условии B через вероятность, через другую условную вероятность события B при условии А. Ну и что нам нужно здесь получить? Нам нужно получить, тут давайте напишем вероятность B, а тут напишем вероятность A. Получим вот такую формулу. То есть чтобы посчитать вероятность события А при условии B, выразить через вероятность события B при условии А, нам нужно взять в качестве множителя отношения вероятности А к B. Доказывается эта формула опять-таки из определения. Вот смотрите. Из определения мы знаем, что вероятность пересечения событий – это вероятность события B умножить на вероятность А при условии B. Но А и B входят совершенно симметрично. Я могу же это записать иначе, как вероятность события А умножить… Прошу прощения. …на вероятность события B при условии А. Ну и все. Смотрите, у нас получилось вот такое равенство. Теперь я хочу выразить вероятность события А при условии B через вот эту вероятность. Но меня надо поделить на вероятность B, которая вот здесь стоит. Это вот и есть формула Байс. Ну, повторяю еще раз, философия, которая за ней стоит, мне недоступна и не кажется важной. А почему формула Байса так часто возникает и важна в приложениях, я могу объяснить, ну так, исходя из более прагматичных соображений, что вот эти вот условные вероятности, они в реальной жизни несимметричны. Одну посчитать легче, чем другую. Давайте рассмотрим пример. Особо актуальной в текущей реальности. Вот представьте, что у нас 1% населения болен некоторой болезнью. Давайте я болезнь К обозначу. И у нас есть тест на эту болезнь. Тест дает правильный результат с вероятностью 1%. Ну, то есть, тест для больного человека говорит, что он болен с вероятностью 99%, а для здорового человека говорит, что он болен с вероятностью 1%. То есть, такой симметричный тесто. В реальной жизни тесто не симметрично, но мы условный пример рассмотрим. Теперь я сдал тесто. Результат положительный. Какова вероятность, что я болен? Такой вполне актуальный по нынешним временам пример. Сейчас давайте посмотрим, что у нас есть. Значит, давайте А. Обозначим событие болен. Б. Обозначим событие тест положительный. Можно вопрос? Да. Вот этот 1% населения, он болен по тесту или на самом деле? Нет, нет, он реально болен. Это не результат теста, а вот реально у нас есть в популяции 1% больных. Ну, это не обязательно болезнь. На самом деле, пример очень общий, конечно. Но сейчас про болезнь как-то всем, наверное, понятнее. Давайте посмотрим, что мне фактически нужно найти вероятность события А при условии В. Ну, это не очень понятно, как искать, потому что, понимаете, вот такую вероятность. Нужно брать всех поголовно, проводить тесты для всех и определять еще отдельно, болен человек или нет. Это очень сложно. А вероятность того, что, значит, у нас, давайте вспомним формулу Байса, нам нужна вероятность события А, вероятность события В и вероятность условная. Наоборот, тест положительный при условии, что А болен. Вот это, вот эту условную вероятность оценить гораздо легче, потому что у вас уже все равно нужна не вся популяция. Вы берете вот больных случайно, выбираете, проводите на них тесто и смотрите, какие результаты у теста. То есть, зная, что это человек больной. Гораздо легче проделать, чем определить в обратную сторону. Ну, и, значит, что мы знаем? Мы знаем, что больных у нас 1%. Знаем, что здесь вот вероятность теста, что тест положительный при условии, что болен 0,99. Осталось найти вероятность положительного теста. Это мы пока не нашли в формуле Байса. И вот для этого формула Байса практически всегда используется с формулой полной вероятности. Ну, в таких честных вычислениях, а не в всяких философских манипуляциях. Как найти? Давайте рассмотрим два случая. Это вероятность Б при условии А и вероятность, умножить на вероятность А. Прошу прощения. Формулу полной вероятности сейчас выписываю. Вероятность Б при условии дополнительного события не А умножить на вероятность не А. Ну, и вот это уже посчитать можно, потому что все нам известно. Нам известны свойства теста. Значит, вероятность того, что тест позитивный на больном 0,99. А вероятность того, что человек болен 1 сотая. А здесь второе слагаемое получится таким. Вероятность позитивного теста не очень большая 0,01. Но вероятность того, что человек здоров, наоборот, велика. То есть это получается просто-напросто 2 умножить на 0,01 на 0,99. Ну и давайте подставим нашу формулу Байса. Смотрите, у нас в числителе 1 сотая и 99 сотых знаменатели 2, 1 сотая и 99 сотых. Поэтому получается, что эта условная вероятность равна 1,2. А как мы выбили формулу для вероятности Б? Используя формулу полной вероятности. Вот смотрите, у нас есть формула полной вероятности. Где она тут? Я беру разбиение исходов на, в данном случае, людей на 2 группы – больные и здоровые. И для больных и здоровых я знаю условные вероятности положительного теста. Это вот то, что в условии прописано, что тест дает правильный результат с вероятностью 1%. Это значит, что на больном он дает положительный результат с вероятностью 0,99, на здоровом – 1 сотая. Но формула полной вероятности говорит нам, что нужно эти вероятности еще отнормировать на вероятности самих событий. Вероятность того, что человек болен – 1 сотая. Вероятность того, что он здоров – 0,99. В результате вот получаем такой вот результат, из которого следует, что пока больных мало, результаты тестов не очень надежные. То есть, чтобы получить надежный результат, но тестов либо нужно делать несколько раз независимо, либо какие-то особо сверхчувствительные тесты использовать. Вы можете проверить простым сравнительным вычислением, что результаты, вот эта условная вероятность, что человек болен при условии, что тест позитивный, очень быстро начинает расти, если количество больных становится больше. Скажем, если их будет 1 десятая, то результат будет не столь сокрушительным. Хуже, чем 99, но не очень сильно. Вот такой вот пример применения формулы Байса и формулы полной вероятности. Это не единственные примеры применения формулы полной вероятности. Я хотел бы за оставшееся время разобрать еще два примера, которые носят немножко технический характер, но мне они кажутся важными, потому что довольно часто в рассуждениях, в информатике такого рода действия делаются без объяснений. Вы, когда начнете читать какие-то книжки, проверяются алгоритмы, еще про что-то, вы будете постоянно сталкиваться с некоторыми стандартными приемами, которые никто особо не объясняет, но, может быть, один раз полезно послушать объяснения. Они простые и понятные. Вот такой пример. Пусть у нас есть граф. Количество вершин в нем я обозначу n. Степень каждой вершины в графе равна d. Такой регулярный граф. d регулярный граф называется. И есть два распределения вероятностей. На ребрах этого графа. Первое равномерное. То есть вероятность каждого ребра одна и та же. А второе строится таким образом. Опять-таки двухступенчатый процесс. На первом шаге выбираем вершину графа. Случайно и равновозможно. А на втором шаге выбираем ребро. Инцидент на этой вершине. Тоже случайно и равновозможно. Вот утверждение состоит в том, что эти распределения совпадают. Заметьте, что тут существенные условия регулярности графа. Второе распределение не будет равномерным, если степени вершин графа различаются. Это вы можете сами проверить. У меня уже, пожалуй, не будет времени разобрать соответствующий пример. Именно поэтому часто люди предпочитают использовать какие-то регулярные графы, потому что, в частности, равномерное распределение можно получать еще и таким способом. Дело в том, что этот второй процесс может возникать некоторым естественным образом. Не то, что вы генерируете равномерное распределение на ребрах, а у вас есть какой-то процесс, который состоит именно в том, что вы выбрали вершину, потом из нее пошли, как-то случайно. Это может быть частью некоторого более общей последовательности действия. Почему же эти распределения совпадают? Для этого давайте найдем вероятность того, что у нас случилось какое-то ребро Е. В первом случае и во втором. В первом случае все понятно. У нас всего сколько ребер в регулярном графе? n умножить на d пополам. То есть 2 разделить на n умножить на d. Это я просто посчитал сумму степеней вершины, она равна n на d и поделил пополам. Это такая, мы помним про эту форму. Теперь мне нужно посчитать по второму распределению вероятность того, что получилось конкретное ребро Е. И вот здесь я использую формулу полной вероятности. Я возьму и разобью на такие события. Значит, у меня, напомню, выбиралась вершина. То есть вот я беру, давайте как-нибудь я b, v обозначу событие, выбрана вершина v. И вот это ясно, что мы выбираем какую-то одну вершину. Эти события, естественно, образуют, во-первых, разбиение, во-вторых, они несовместны. Поэтому я запишиваю формулу полной вероятности. Вероятность того события b, v на вероятность того, что у нас выбрано ребро Е при условии вот этого самого события b. Простите, я только сейчас заметил, второй шаг меня просили повторить. Вот этого вероятностного события. Смотрите, мы выбрали вершину v. Есть d ребер, которые с ней инцидентны. Мы выбираем одно из них, ну, опять-таки, случайно и равновозможно. Если вы про это, то это очень важно, потому что как раз сейчас я дошел в анализе до того места, где мне это станет важно. Почему мне это станет важно? Потому что, смотрите, я хочу посчитать условную вероятность того, что выбрано ребро Е при событии b. Ну, ребро Е имеет два конца. Давайте я их назову x и y. Тогда чему равна вероятность выбрать ребро Е при условии, что выбрана вершина x? Вот здесь как раз этот второй шаг существенен. Мы уже выбрали правильную вершину, конец ребра. И дальше выбираем одно из ребер. Ну, конечно, у нас есть d вариантов выбрать. То есть эта вероятность равна 1 d. Аналогично для второго конца ребра. А вот если мы взяли какую-то третью вершину, которая не является концом ребра, то вероятность выбрать ребро Е при условии, что выбрана вершина z, она просто-напросто равна нулю. Мы не можем выбрать ребро Е, если мы на первом шаге не выбрали один из его концов. Поэтому наша вероятность сильно упрощается. Значит, во-первых, давайте посмотрим на вероятность того, что выбрана вершина bv. Все эти вероятности одинаковы, равны 1 n, потому что мы выбираем вершину равномерно. Теперь от всей суммы у нас остаются всего два слагаемых. Я поэтому вот этот множитель выношу за скобки. Остаются два слагаемых. Отвечающие одному концу ребра, отвечающие другому концу ребра. Ну, это упрощается, конечно, выражение ровно до того, что нам нужно. Вот видно, вверху написана вероятность выбрать ребро Е по первому распределению, а тут написана вероятность выбрать ребро Е по второму распределению. И они совпадают. Ну, вот тем, кому интересно всякие такие вещи, я очень советую посмотреть на какой-нибудь пример неравномерного графа. В чем будет различие и какие ребра более вероятно будут появляться. Например, если граф дерева, он точно нерегулярный, что в дереве более вероятно выбрать? Это такой интересный сюжет, но я на него не хочу отвлекаться. А вместо этого я хочу рассмотреть еще один пример. В вероятностях, и уже вот вы решали задачи из первого листочка, там были задачи посложнее, где использовали всякие соображения симметрии. Это вообще довольно частая вещь, что нам нужно... Ну, в лоб задачи решается сложнее, и нужно, используя какие-то соображения симметрии, ее упростить. Очень часто за этими упрощениями стоит тоже формула полной вероятности, может быть, не всегда заметная. Поэтому давайте вот разберем такой пример. У нас есть n элементное множество. как бы его обозначить. Да я просто его числа... Пусть это было число от одного d, но мне все равно, что это за множество. И я выбираю... Случайное подможество. Что это означает? Что вероятность... Значит, да, в этих подможествах, извините, я знаю, сколько элементов. И вероятность каждой пары... И вероятность каждой пары... ...одинакова. То есть это, опять-таки, такое... ...равномерное распределение. И нас интересует... ...вот какое событие. Что... ...эти множество... ...не пересекаются. Ну, вроде бы, событие зависит от одного и от другого множества. Поэтому тут разбить на вычисление чего-то по одному множеству и по другому множеству напрямую не получается. Тем не менее, все можно очень сильно упростить. Если заметить такой важный факт. Если я напишу условие, что y – это какое-то конкретное множество, то вероятность того, что x и y не пересекаются при таком условии, одинакова, какое бы я множество ни выбрал. Вот это некоторое точное описание симметрии, которое нас интересует. То есть у нас... ...неважно, как мы нумеруем элементы нашего множества. У нас в любом случае событие, которое мы описываем, от имен элементов не зависит. Поэтому равенство вот таких двухусловных вероятностей, оно просто связано с тем, что у нас есть такая симметрия на вероятностном пространстве. Я просто переименую элементы так, чтобы множество стало множеством b. Такое переименование всех элементов произведу. От этого ничего, конечно, не изменится, потому что у нас распределение инвариантно относительно имен. Оно равномерное, оно одинаково вообще на всех исходах. И событие не зависит от имен, потому что событие состоит в том, что мы рассматриваем пересечение двух множеств, никак от имен не зависит. В результате я могу вот эту вот вероятность, которая у меня выше написана. Расписать по формуле полной вероятности. Следующим образом. Я буду брать все подножства размера КАМ и писать такое событие, что у равняется s. Ясно, что у мы выбираем какое-то элементное множество, мы должны выбрать ровно одно. Поэтому эти события, во-первых, задают разбиение нашего пространства, во-вторых, несовместные. Ну и по формуле полной вероятности я должен это записать теперь уже с условной вероятностью. А вот это соображение симметрии позволяет нам все упростить. Мы можем считать, что... Вот смотрите, вот все эти условные вероятности одинаковы. Поэтому я могу записать... Вот все эти слагаемые, они будут одинаковы во всей сумме. Поэтому я могу их вынести за скобку и положить y равным, ну, какому-то конкретному множеству, скажем, чисел от 1 до k. Неважно, какому. Они все одинаковы. А что останется в скобке? А в скобке останется сумма вероятности по всем подмножествам, k-элементным подмножествам, того, что y равняется s. Но эта сумма вероятности равна единице. Потому что y достоверно какому-то s равен. Поэтому эта сумма равна единице. Значит, у нас получается, что нам нужно находить более простой... решать более простую задачу. Что наше случайное k-элементное множество x в пересечении с конкретным множеством 1, 2, 3, k равно пустому. И эту задачу решить уже намного легче. Потому что, смотрите, что это означает. Вот у нас есть числа от 1 до k, остальные числа от k плюс 1 до n. И всего у нас исходов... Теперь уже мы рассматриваем вероятность по случайному множеству x, потому что от y уже ничего не зависит. Поэтому всего исходов у нас теперь биномиальный коэффициент из n по k. А благоприятных исходов, которые образуют это событие, их тоже нетрудно посчитать. Вот наше множество x, если оно не пересекается с первыми k-элементами, оно должно полностью содержаться вот в этом n-k-элементном подмножке. Поэтому благоприятных исходов их будет n-k. Ну и опять-таки нам нужно выбрать k из этих n-k. Вот получаем нужную нам вероятность в виде отношения двух биномиальных коэффициентов. Ну, отношение двух биномиальных коэффициентов вещь сложная, но в данном случае она довольно хорошо упрощается, и мы можем получить неплохую оценку на эту вероятность. Вот смотрите, что у меня здесь написано. У меня написано n-k умножить на n-k минус 1 и так далее до скольки? До n-2k плюс 1 поделить на k факториал. Это я сейчас записал числитель. Давайте запишем знаменатель. Тут тоже будет дробь, поэтому я ее переверну. У нас опять-таки k факториал идет числитель, он сократится. А знаменателе останется n умножить на n минус 1 и так далее на n минус k плюс 1. Давайте это запишем в виде произведения дробей. n минус k на n. Я взял самые старшие числа в одно и другое последствие. Затем n минус k минус 1 на n минус 1. Ну и так далее. до n минус 2k плюс 1 на n минус k плюс 1. Ну и давайте эти дроби я немножко упрощу. Это значит получается единица минус k на n. А здесь что получится? Здесь получится единица минус k на n минус 1. Смотрите, у нас на самом деле все дроби устроены очень похоже. числитель каждой дроби это знаменатель минус k. Ну и давайте напишем верхнюю оценку. Какая из этих дробей самая большая? Первое. Потому что знаменатели уменьшают, числители те же самые. Но мы их вычитаем. То есть вот смотрите. У меня есть выражение единица минус. Какое-то число фиксировано разделить на x. И x уменьшается. Что тогда происходит с таким выражением? Но оно тоже уменьшается, потому что дробь увеличивается, а дробь мы берем со знаком минус. То есть противоположная этой дроби уменьшается. Таким образом мы получаем сколько у нас множителя их k штук. Мы получаем вот такую замечательную оценку для этой вероятности. Чем она замечательная? Ну тем, что такую оценку уже сравнительно легко анализировать. Давайте предположим, что k у нас асимптотические, но какая-то константа на корень из n. Что тогда у нас получится? У нас получится k на n, это будет c на корень из n и возводим в степень c корней из n. Ну и при больших n это очень легко оценить. это будет примерно e в степени минус c в квадрате. Такой второй, кажется, замечательный предел. Я думаю, что вас уже обучили всем этим замечательным пределам и это у вас не вызовет особого удивления. То есть смотрите, что получается. Мы взяли два случайных множества размера, скажем, 10 корней из n. А n пусть равняется миллиону. То есть мы взяли множество размера тысяча в множестве из миллиона. Два случайных множества. И оказывается, что они почти заведомо пересекаются, потому что вероятность того, что они не пересекаются, она не превосходит e в степени c у меня 10, то есть e в минус сотой степени. Это очень маленькое число. То есть почти наверняка, если вы из множества размера миллион возьмете два случайных подмножства размера ну извините, 10 тысяч. Размера 10 тысяч, ну то есть 1% от всего множества, они будут пересекаться почти заведомо. То есть выглядит немножко странно. Вот мы взяли два множества в каждом всего по проценту. Но вот если вы их взяли по-настоящему случайно, должен найти общий элемент. как ни странно. То есть вот эти вот вычисления показывают такой замечательный результат. Ну, который иногда бывает важен. То есть то, что случайное множество размера корень и зен, чуть больше, чем корень и зен, почти заведомо пересекаются, действительно полезно представлять. и с другой стороны, если посмотреть внимательнее на эту оценку, то можно, конечно, и нижнюю оценку дать. Она будет выглядеть похуже, но ее все равно можно аналитически оценивать и убедиться, что если к заметно меньше, чем корень и зен, ну, скажем, корень кубический и зен, то вероятность того, что множество пересекается пренебрежимо маленькая. Ну, а если к существенно больше, чем корень и зен, скажем, n в степени две трети, то тогда с подавляющей вероятностью такие множества пересекаются. Эти соображения очень полезны бывают в самых разных ситуациях, поэтому я этот пример хотел разобрать, но и он мне кажется важным именно потому, что он показывает, как формула полной вероятности позволяет нам упрощать наши вероятностные пространства. То есть, заметьте, что исходно нам приходилось бы рассматривать что-то гораздо более сложное, потому что у нас два множества, там, множество нужных нам исходов получилось бы более сложным, получилась бы какая-то сумма биномиальных коэффициентов, с которой еще что-то. А, про болезнь, ну давайте про болезнь, значит, сейчас меня спрашивают, почему получился случай болезни, это я понимаю, это всем, всем, конечно, я сейчас попробую стянуть, чтобы помещалось на экране все, вот, сейчас зафиксирую, чтобы убралось, вот, значит, давайте вернемся про болезнь, собственно, я уже закончил, и, в общем-то, ничего больше нового я сегодня говорить не буду, значит, давайте про болезнь посмотрим, итак, еще раз, у нас есть один процент больных, то есть, у нас есть два случайных события, человек болен, и тест на болезнь положительный, один процент больных означает, что вероятность того, что человек болен, односотая, а тест положителен зависит, ну, это все-таки тест, он зависит от того, болен человек или нет, и свойство теста такое, что он симметричный, он дает правильный ответ с вероятностью один процент, что это означает, Это означает, что вероятность того, что тест положительный, когда человек болен, 99%. А вероятность того, что тест положительный, когда человек здоров, 1%. И мы хотим узнать вероятность такого, условную вероятность, что человек болен при условии, что тест положительный. Вот она написана. По формуле Байса мы можем выразить эту вероятность через вероятность того, что тест положительный при условии, что человек болен. И это мы знаем. Вот эту вероятность условную мы знаем от производителей теста. Они ставили эксперименты, они выяснили, чему равна эта вероятность. 99%. Вероятность того, что человек болен вообще без всяких условий, она 1 сотая. Мы рассматриваем такую ситуацию, когда у нас больных 1%. И осталось в формуле Байса найти только вероятность того, что тест положительный для случайно выбранного человека. Поскольку результаты теста зависят от того, болен человек или нет, то эту вероятность нужно находить по формуле полной вероятности. Вот она написана в третьей строчке внизу. Мы берем вероятность того, что тест положительный при условии, что человек болен, умножаем на вероятность того, что человек болен. И второе слагаемое аналогично, но про здоровых людей. Вероятность того, что тест дает положительный результат при условии, что человек здоров, умножаем на вероятность того, что человек здоров. Эта общая формула, она верна всегда. То есть для любых событий А и Б мы можем написать в частном случае формулы полной вероятности. Конкретно здесь мы знаем уже все числа, которые у нас входят в эту формулу. Поэтому мы можем вычислить вероятность Б. Мы знаем, что вероятность того, что ТЕС дает положительный результат для больного, равна 0,99, а больных – 0,01. Мы также знаем, что вероятность того, что ТЕС дает положительный результат на здоровом – 0,01, а здоровых – 0,99. Все, кто не больны, мы считаем здоровыми. Но в результате мы получаем, что вероятность Б – это 2 умножить на 0,01 умножить на 0,99. Но два из этих множителей у нас уже в числителе встретились. Это вероятность того, что человек болен в формуле Байса, и вероятность того, что ТЕС положительный при условии, что человек болен. Это 0,99. Поэтому эти два множителя сократятся, и в знаменателе останется только множитель 2, а в числителе – множитель 1. Вот отсюда получается такой ответ. Как его содержательно понять? Ну, смотрите, просто у нас очень маленькая вероятность того, что человек болен. Поэтому очень большой вклад в ошибку будет носить то, что происходит на здоровых людях. Но это такое интуитивное объяснение. Не знаю, насколько оно понятно, но вычисления показывают очень легко. И легко видеть… Ну, смотрите, на больном ТЕС должен дать положительный результат. Правильно? Все, 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 все. Я понял, извините. Прошу прощения. И никто меня до этого не поправил. С вероятностью ошибки 1%. Ну, обычно протест говорят не вероятность правильного ответа, а вероятность ошибки. Я просто забыл с самого начала сказать, что это вероятность ошибки. И удивительно, что только сейчас меня стали поправлять. Да, прошу прощения, с вероятностью ошибки 1%. Это означает, что на здоровом человеке он даст положительный результат с вероятностью 1%, а на больном даст положительный результат с вероятностью 99%. Потому что ошибка на больном – это сказать, дать отрицательный результат. Теперь стало понятнее. Я надеюсь, что я распутал. Уж не знаю. Да, прошу прощения. Это, к сожалению, когда писал, забыл написать. Я, может быть, даже сказал, не помню. Но, в общем, мог и не сказать. Потому что это довольно типично, что протест говорят о вероятности ошибки. Я мог просто забыть сказать, что это вероятность ошибки. Хорошо. Ну, тогда все. Если больше нет вопросов на сегодня, тогда все. Можете, пожалуйста, прокомментировать последний пример, где мы выбираем из набора чисел от 1 до n какие-то поднаборы? Да. А что именно прокомментировать? Условие. У меня было что-то с интернетом. Условие такое. Смотрите, у нас есть числа от 1 до n. И мы выбираем два случайных подножества. То есть, что это означает? Мы выбираем пару x и y. И в множестве x и в множестве y ровно k элементов. Это по условию. Это у нас такие исходы. И все исходы равновозможны. Вероятности каждой пары x и y одинаковы. А ищем мы вероятность того, что эти множества не пересекаются. Понимаю. Спасибо. Ну а дальше, собственно, что я объяснял, что это можно свести к более простой задаче, что случайно выбранное множество не пересекается с некоторым заданным. Вот там вот дальше написано, чему эта вероятность равна. Но это находить гораздо проще, потому что у нас уже теперь отношение всего двух биномиальных коэффициентов гораздо проще. Потому что там пришлось бы записывать какую-то сумму произведений биномиальных коэффициентов. На самом деле это очень забавно, что из вот этого рассуждения о симметрии мы можем получить некоторое тождество с биномиальными коэффициентами. Ну, это я только сейчас сообразил, а это тождество не выписывал. Может быть, оно и не очень интересное, может быть, оно и так очевидное. То есть, в принципе, нельзя сказать, что вот эти вот соображения симметрии и вероятностные рассуждения уж так такое универсальное средство. Люди, которые умеют хорошо упрощать биномиальные коэффициенты, могут и в лоб все считать. Но это надо очень хорошо уметь преобразовывать формулы, потому что они получаются довольно гоноскими. То есть, здесь в первой части задачи мы доказали, что без ограничения общности можно считать, что первое, вот, что мы выбрали первое... Интересующая нас вероятность, интересующая нас вероятность в точности совпадает с вероятностью того, что одно множество случайное пересекается с некоторым задом. Хорошо, спасибо. И за счет этого мы упростили вероятностное пространство. Издаем. Ну, хорошо. Значит, если нет вопросов, тогда я сейчас отключаюсь постепенно. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok